добрый день друзья сегодня мы продолжаем говорить о том как работать с текстом в паблишере я открываю опять пустую публикацию формат а4 и поговорим о том откуда брать текст то есть я уже говорил что текст в принципе в самом паблишере набирать можно но неудобно поэтому обычно берут готовый текст подготовлены в другом текстном редакторе в том же word и и потом его вставляют во первых есть возможность уже как бы импортировать готовый файл прямо сюда публикацию паблишера делается это следующим образом пункт меню вставка ставить файл понятно файл должен быть каким-то образом совместимый чтобы паблишер понимал как его конвертировать свой формат но во всяком случае родные файлы microsoft office он понимает я его кину на рабочий стол вот текстовый файл окей идет преобразование файла и соответственно наш текст автоматически размещается видите добавляются дополнительные странички у нас уже четыре страницы текста делает это паблишер но с моей точки зрения странно но во первых посмотрите что он сделал на первой странице то есть он создал вот такой малюсенький блок и сюда влепил какой-то кусочек нашего текста ну конечно этот блок мы можем сейчас передвинуть изменить его размер автоматически подтянется текст и уже у нас видите странице осталось четыре но текст распределен уже по трем страницам благодаря тому что мы подтянули текст на первый лист нормально импортировались картинки нормально импортировалась табличка то есть ну вроде бы все хорошо но смысла в этом я особо не вижу то есть если вы уже оформили какой-то текст то в принципе вы можете довести до ума в ворде то есть переносить в паблишер и уже работать с вот таким вот готовым текстом но честно говоря сложно по сравнению с другими но настоящими взрослыми если можем так сказать системами верстки в паблишере есть куча ограничений ну вот допустим посмотрите элементарно то есть вот паблишер создал вот эти блоки на каждой страничке и создал связи между этими блоками если к примеру я захочу разбить на одной этой страничке вот которые у нас есть вот этот блок на два блока да то есть вот я уменьшу его размер пример вот до такого и захочу чтоб продолжение у меня было вот где-то вот здесь а тут я вставлю какую-то ну не знаю там картинку куда надпись и так далее то есть в настоящей системе верстки мне достаточно щелкнуть вот повод подобному значку соответственно курсор поменяет форму и соответственно я вставлю этот блок в нужное место и соответственно установится новая связь между блоками текст распределиться между блоками и все будет нормально здесь такой возможности принципе нет то есть если я щелкну я просто перемещусь на следующий блок или на предыдущий блок и так далее то есть принципе для того чтобы мне сделать вот эту операцию которую я вам сказал мне нужно на всех вот этих страницах поудалять вот эти блоки везде да и соответственно потом уже по новой все это дело вставлять поэтому смысла в этом я абсолютно не вижу поэтому я показал вот эту возможность но в принципе правильнее будет делать по-другому сейчас я отменяю все то что я как бы сделал вот мы вернулись первоначальное положение ну и соответственно как же правильнее работать с текстом в паблишере для этого нужно его просто скопировать я открыл его программе то есть в орде в данном случае выделяю control-a копирую control-c перемещаюсь в паблишер челкнуть control-v вот у меня весь вот этот текст он вмещен в один блок это тоже честно говоря не удобно но это все-таки лучше потому что с этим блоком я уже могу делать что хочу вот как-то он так сильно подтормаживает странно такое не такая уж большая нагрузка по большому счету на компьютер так вот примеру о чем я говорил я делаю первый блок маленький вот такой вот сейчас на оформление я не обращаю внимание сам принцип потом я щелкаю по вот этим трем точкам щелкаю где-то ниже создается следующий блок я его растягиваю так как мне нужно и могу продолжать дальше уже макетировать страницы значит ну давайте я вставлю страницу еще одну пустую страницу вот она и здесь мы немножко усложним нашу задачу значит мы поставим один блок вот вот здесь вот а второй вот здесь то есть они будут как бы наискосок для того чтобы все это получилось красиво есть такой удобный инструмент как направляющие то есть мы заносим мышку на линейку и вытягиваем вот эту направляющую ну примерно по серединке можно смотреть вот здесь вот я сейчас покажу до подсвечу положение нашей направляющей помним что у нас ширина листа а4 205 миллиметров соответственно половина листа будет 102 и 5 или 10 сантиметров и два там с половиной миллиметра ну сделать очень точно тяжело но приблизительно опыла 10 по 27 пойдет теперь сделаем горизонтальную такую вот направляющую соответственно тоже помним 297 миллиметров миллиметров значит 148 и 5 или 14 сантиметров и 85 миллиметров тоже смотрим на показания но приблизительно больше будет 14 и 8 нормально вот мы разделили на 4 одинаковых сектора теперь мы переходим сюда выбираем продолжение блока щелкаем растягиваем есть опять выбираем продолжение щелкаем выставляем блок куда нам нужно все вот мы решили таким образом нашу проблему значит в эти места мы можем вставлять что угодно мы можем вставлять какие-то иллюстрации можем вставлять какие-то подписи но тут уже как говорится на ваше усмотрение что еще как бы полезного ну давайте давайте мы вставим еще одну пустую страницу и остаток текста сюда вот поставим вот таким вот образом когда мы работаем с текстом вот в частности вот с какими-то объектами таблицами и так далее нужно помнить что в отличие от ворда вот это плюс паблишера с ними работать гораздо проще то есть видите вот эта табличка давайте я сделаю чуть покрупнее табличка находится как бы в отдельном блоке и этот блок можно захватить и переместить в нужное нам место причем автоматически включается обтекание текста обтекание текста регулируется вот здесь вот сейчас она как бы находится в тексте а если мы возьмем допустим вокруг рамки то теперь мы уже сможем поставить ее вообще в любом месте хоть повернуть как бы вот таким вот образом вот так вот и текст наш будет обтекать причем видите можем взять довольно интересные варианты обтекания допустим по контуру и таким образом наш объект будет обтекаться красиво вот этим текстом ну тут конечно нужно не доходить до крайностей потому что читать вот такой текст конечно достаточно сложно ну допустим таблицей бо лота то есть конечно вот через вот эту штуку перескакивать читать достаточно сложно но возможность в принципе такая есть так мы можем добавить еще какую-то надпись пока что я ее создаю просто видите на рабочем столе как бы за пределами нашей страницы это еще одно отличие паблишера от ворда потому что в ворде все находится на листе а тут вы можете какие-то элементы вытаскивать за пределы листа тут мы пишем ну допустим добро пожаловать не знаю что это такое текст как вы понимаете первый что вот этот текст первый что попался мне под руку это значит дипломная работа поэтому конечно добро пожаловать оно никак не сюда не относится так переносы мы уберем в этом блоке давайте добро пожаловать сделаем его жирным давайте сделаем каким-нибудь вот таким вот вот берем размер размер блока такой вот минимальный и теперь смотрите что мы можем делать мы можем вынести его куда-то в текст в любом месте поставить и соответственно видите текст будет обтекать вот этот наш блок то есть в принципе мы можем сделать блок внутри большого блока причем благодаря вот этому обтеканию мы вот этот блок можем ну выделить каким-то образом мы можем мы можем добавить к этому блоку какую-то рамочку и тогда уже так единственное что у нас тут благодаря рамочке не все поместилось вот таким вот образом вот эти блоки дополнительные выделять вот тут я сделал простую рамочку но в принципе можно еще брать разной толщины так брать штриховки всевозможные кроме того мы можем вот эти наши блоки делать объемными то есть в принципе возможностей есть действительно очень много то есть основное запоминаем это то что готовим текст в каком-то другом редакторе в ворде блокноте не знаю в чем-то другом потом копируем его вставляем и потом по мере необходимости формируем новые блоки размещаем их на страничке в случае необходимости создаем направляющие линии направляющих линий может быть сколько угодно обращайте внимание вот на положение направляющих линий вот здесь вот то есть можно по линейке видеть где они находятся вот и следующее это инструмент обтекания да то есть есть всевозможные варианты обтекания и в зависимости от ваших задач вы можете выбрать тот или иной формат обтекания на этом я заканчиваю такой вот коротенький урок если оказалось полезным подписывайтесь ставьте лайк до встречи подкрыт в описании до встречи